Итак, всем привет, с вами Дугай, мы продолжаем играть за нашу Австрию под Лебенфельсом Собственно говоря, мы в прошлой серии тут пережили парочку внутренних войн Военных заводов построили, кстати говоря, солидно уже 17 штук Да, конечно, не как в Германии, хотя в Германии не так, что и много на самом деле Чувствую, что если все вот это объединить чудо, то мы вполне себе будем больше Германии Но все это еще объединить нам только предстоит Я, кстати говоря, не очень уверен, каким образом, потому что, ну, объективно говоря, я не знаю фокуса этих Вот эти вот все Но в какой-то момент же должна быть там война за объединение, так что посмотрим Ну, а так, поехали Кстати говоря, наши шпионы хорошо здесь работают в государственной хорте И мы видим, какие фокусы он делает, и видите, он уже неплохо так сделал по фокусам Он скоро нефть получит, и потом еще верфи будет спавнить, потом там он хром, вот это все И ему спавнят корабли, прям, в прямом смысле, есть здесь два линкора, авианосец, там, может, еще что-то потом будет В общем-то, в общем-то Это не страшно, мы все равно сможем их победить, кстати говоря, жесть, посмотрите, 30 на крейсеры скидка постройки Можно какой-то космический флот построить, конечно, на вот этой вот стороне Тем не менее, у них кораблей, на самом деле, все еще мало Наш флот все еще намного сильнее и больше флота хорте, так что мы однозначно его победим А следовательно, он не угроза для нас, и он только наращивает все эти ресурсы Для того, чтобы мы их всех получили Так что, все отлично А вот началась война с Сербии и Болгарии В теории нам можно было бы туда вмешаться, но опять-таки, мы занимаемся пока что внутренними делами всеми Нас, конечно, это уже насколько-то интересует Но мы еще пока не будем вмешиваться Так, Российская Америка продолжает жить Владимир Третий приходит там к власти Ага Есть Австрия превыше всего, и мы идем в дух австрийского рабочего Полностью избавляемся от Черного понедельника Супер В основномники байкотируют собрание Блин, конечно, кто-то у нас внутри еще сопротивляется Но мы, я думаю, с ними разберемся, рано или поздно О, смотрите-ка, в Сицилии Проиграли французские коммунисты Ой, французские коммунисты, говорю Ну, в принципе, они тоже там проиграли Потому что синдикалистов там больше нету Тем не менее Туда приходят, я так понимаю, мафиози власти там Любопытно У нас все войска полностью обучились Конечно, у них все еще не хватает ресурсов В армии А вот и, кстати говоря, произошла война с Иллирией Я ее, честно говоря, даже не ожидал Буквально Но я не против В целом-то Почему-то там еще Германия хочет отправиться на решение Господи, да пожалуйста И... Ладно Иллирия так Иллирия Я только не против А быстрее их захавать И получить Эти вот все фабрики Просто только хотим ли мы призывать всех Наверное, нет Поэтому давайте-ка Всех этих приводим сюда И будем сейчас атаковать Вот это у нас готово Хотим ли мы дальше сюда пойти? Я думаю, да Плюс Эту политку Хотя 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 Здесь есть инфраструктура и скорость строительства Да Это нам На самом деле очень нужно Есть смысл это взять Плюс У нас есть вот здесь вот тоже хорошие фокусы На ячейку исследований Вот здесь вот На компании Вот здесь вот есть еще Очень хорошая компания На 15-го строительства военно-заводов фабрик Ну и еще исследования Здесь есть куча инфраструктуры фабрики Здесь есть Вон С ячейки Потому что 6 военно-заводов То есть Ну есть что исследовать На самом деле Давайте чуть-чуть с этим подождем Да Чуточку, наверное Хотя Вот это очень круто для территории Да Которые мы захватим Подчинение Цель-сопротивления Минус Но я сначала выберу вот это Сначала все-таки Будем вот это строить И Побольше производства делать Так, а дивизия пока на места становится Порция пока не входит в войну Ну и хорошо Вот сыграл уже Теперь видим, что он прям делает Пускай он доделает нам Там еще Нефть он сделал Пускай он там хром сделает Еще хром нефть Пускай вот это все Все занимается этим Я очень рад И начинаем атаку Здесь некоторые проблемы С снабжением А если мы сделаем Вот так Все станет отлично Супер А словение еще остается Смотрите Вот этого я не ожидал Но это лишь немножко Меняет нас план Но не сильно Ну не сильно, да В прямом смысле этого слова Мы все еще Спокойно И тех и тех закатаем Только Надо немножко Наверное Переместить наши войска Вот таким вот образом Давайте остановим Наступление Эдаким ВСК Нормально занять позиции И слушайте Они пока что атакуют Просто в нас Это кстати говоря Момент когда мы сможем Поставить всеобщую мобилизацию Да Так что идем Сейчас сюда Это очень хороший момент Фабрики здесь параллельно строятся И пока они в нас атакуют Я фармлю себе опыт Так что я не против Пускай атакуют Можем их немножко Поистачать Я думаю еще побольше Но все равно пока что Есть фокусы Как-то делать Нам не сильно важно Их сейчас Побыстрее захватить Да А сюда наверное пойдем Я думаю Вот до Этой компании И Шкоду Радблокируем все на танки И компанию на фабрики Радблокируем Потом может военные заводы Было бы хорошо пойти Но в целом Вот здесь вот тоже приятные Законы Приятные фокусы Но наверное сначала сюда Тут Такие более политические фокусы Очень дипломатические Вообще наверное Ячейка тоже классная Так что наверное сюда Потом ячейка Потом сюда обратно Так что говоря Болгария замирилась И Болгария проиграла Неприятно для нее Скорее Неприятно для нас На целом без разницы Все равно Что те что те Как бы Наш состав не войдут Максим Болгария Помогла бы быть Нашим союзникам Попробуем Мы теперь перейти В наступление Я вижу что Автопланом Все идет так себе Поэтому будем Наверное чуть побольше Вручную Действовать Посмотрите-ка Города Кстати в одностороннем Порядке Останавливают право Великобритании Очень неприятно Для нас наверное И мы пробились Вот здесь Блокируем В соседних провинциях Так Пула впадает В пиратство Они у нас Захватили территорию Мы хотим Уже им объявлять В одну блин А что они делают За фокус Неизвестно Да Три фабрики Хочу ли я дать Им еще немножко Времени Что-то Получать Или нет Блин 15 верфей Уже Здесь уже Достаточно ресурсов Для меня Типа Хром Алюминий Нефть Кажется резин Нету И вольфрам Но я думаю У них их И не будет По факту Да Вольфрам Кстати говоря Будет Ну блин Долго ждать Нет Мы ждали Достаточно Они теряли Свой момент Наш флот Выходит На 10 Только нефти У него нет Ну Как есть Как говорится Мы здесь Посражались Раз И Сейчас Сражаемся Два Потихоньку Надо бы Нам поставить Во-первых Вот это А во-вторых Нам бы Немножко Нефти Закупить Было бы Неплохо Ну да И мы Потихонечку Так Словения Капнула Отлично Выходим На Полную Патруляцию Вот этих Воиск Они уже В окружении Думаю Сейчас Потихоньку Будем Добивать Здесь Патрулируем Но блин Нефти Не хватает Конечно На весь наш флот Он слишком большой Для наших Запасов нефти В виде нуля Но Ничего Сейчас потихоньку Будем добивать Вот эти войска И Можно В принципе Вот сюда Наступать Господи Кликнуть бы Самая большая Их Защитная Особенность Вот этих Вот пиратов То что На их Сложно Кликнуть На этом Пожалуй Их Сила И заканчивается Потому что Они Имеют Неплохой Флот Но опять Таки Он неплохой Пока у нас Топлива нет Давайте Вернем Пока что Вот это Вернем Вот это Ну как Мы типа Они нас боятся А мы уходим Потому что У меня Я бы дал Приказ На Возвращение В целом Опять таки Мы сильнее Но Без топлива Не хочется Сражаться И Блин Вот эти Дети Можно Уничтожить А можно Было бы В принципе И У нас Оставить На снаряжение Но Не знаю Насколько Это опасно Вообще Наверное Не стоит Связка Набитая Эта армия Возвращается Сюда 9 атаки Прокачал Чел Жесть Он крутой Жесть Прокачался Чел Можно будет Даже потом Переставить В планировании И снабжение Наверное Да Ну ладно Мы готовимся Наступать дальше Нажимаем Планирование Чтоб побыстрее набрать А вот этим Даже не знаю Тоже можно В принципе Поддержать Нападение Ну и мы Успешно Пробиваемся Здесь Как бы Ничего неожиданного Собственно говоря Кумикс Не капитулирует Кумикс Еще что-то есть Я поздравляю Здесь Какая-то еще Провинция Вот эта Да Я бы ее Добил И после этого Мы получим Потом от них Флот Я думаю Можно Можно будет Захватить И наш флот станет Прямо реально Серьезно Только нефть Надо будет Еще где-то найти Так да Филме капнуло Забираем Так А Шиза Игра Умерла Видимо И да Игра Умерла Но После Перезагрузки Все стало Нормально И слушайте Мы не можем Забрать Все три Да Но можем Забрать Две части Флота Ладно Это странно Но так Работают Мирные Сделки Мирные Конференции Территория Тут Мы точно Все забираем Три Так что Вот так И Давайте выйти Сразу за один счет Судала Слушайте Ну в целом То это Вот так вот Лот мы приобрели За то что Хорти там Что-то поделал Я считаю Да мало На самом деле В итоге Но Пойдет Пойдет Бесплатно Получить 53 корабля Всегда приятно Не стоит забывать Мы теперь Благодаря Хорти Имеем здесь Нефть А мы могли Поиметь и больше Но Как бы Можно довольствоваться этим Плюс Самое важное Через некоторое время Мы будем получать больше Потому что здесь Изначально 54 нефти Нам нужно еще Подчинение Чтобы выросло И вот Разе этого Я наверное Возьму этот фокус Чтобы он Побыстрее Рос Этот уровень Подчинения Как и в Иллирии Который мы сейчас Будем захватывать И Сербия Обосноват Процент цели войны Слушайте Ну как раз Вовремя Мы сейчас С Иллирией Разберемся И Будем готовы К конфликту С Сербией Нам только Не хватает Честно говоря Для авиации Я бы Хотел Начать Производить Авиацию Пожалуй Надо над этим Подумать Ну и Наверное Это вот Максимум Того Что мы можем Сделать Блин Пожарство Защиты Либо получить Больше Атаки Вообще Думаю Надо Атаку Дальность Повыше Будет Короче Вот это У нас Будет В ближайшее Время Хотя Вот это Можно убрать Просто Напросто Да Но это Не даст Нам Ну да Вот так Вот пускай Будет В принципе За 27 Пойдет Это Мы будем Спавнить Воздух Так сказать В ближайшее Время Понятно Что это Не выиграет Нам Воздух В какой-то Далекой Перспективе Но Сейчас Пока у Других Стран Тоже Нет Ничего Хорошего Вполне Себе Присутствие Это Может Отдать Нужно Только Их Напроизводить Их Где-то Купить Будет Нам К сожалению Нет Ну И Ладно Зато Мы все Забираем Кучу Фабрик И Это Пока Что Они Еще Тоже Не Оккупированы Нами Давайте Знать Что Поставим Сразу Здесь Наверное Блин Местную Полицию Бы поставить Чтобы Чуть Поэкономить Людей Но Я хочу Максим Подчинение Чтобы Вырос И Вот Вопрос Насколько Мы Подтим Подчинение Насколько Мы готовы В этой Ресурсы Подратить В целом Наверное Стоит Все Таки Местную Полицию Потому Что Слишком Много Сопротивления Будет Душить Подчинение Наверное Давайте Вот Так Поставим Посмотрим Потом Выйдем Туда Там С этим Бафом Мы Уже Очень Быстро Выйдем Я думаю И Кстати Говоря Мы Тут Достраиваем Военный Завод И Я думаю Потом Мы Все Построим Несколько Количество Фабрик Потому Что Получим Неплохое Количество И Скорее Всего От этого Альянса Которым Захватим В ближайшей Войне Которую Они Начнут Тоже Что Получим Можно Кстати Говоря Сразу Туда Отправить Нашего Шпиона Узнать Что Вообще Там Происходит И в Румыни Тоже Кстати Говоря Пиратская Деятельность Остается У нас А ее Убрать Как Там Можно У нас Говорит Мне Пришлось Демобилизироваться О Смотрите Они Просят Монтенегро Ну Нет Ой Вторая Русская Японская Начинается Даже До Войны С Германией Обычно Сначала Германия Начинается Ну Ладно Посмотрим Кто победит Но Я Подозреваю Что Россия Хотя Слушайте Нет Я хотел Сказать Что Россия Нет Особый Флот Но Кое Какой Есть Другой Про Что Япония Намного Больше Почему Так Хорошо Видим Японию А У них А Мы Захотели Японского Агента Точно Правили Агента В Австрию Зачем Непонятно Видимо Потому Что Я Игрок Как Иначе Давайте Наверное Защитником Балкан Будем Делаться Да Лежнее Греции Пропустится Но Вы Просто Серпия Обратили Серпия Где-то Вот Здесь Вот Было Да Отечество Един Это Вот Дойти Давайте Тогда Сюда Идти Слушайте Сербы Реально Нас Не Атаковали Чиновники Нас Там Осуждают Но Это Ладно Придется Последний Монент Просто Нажать Демобилизацию Да Либо Стабильность Потерять Не Хочется Стабильность Терять Кстати Говоря Фокус Это Надо Выбрать А я Все Надеялся На Сербию Черт Придется Реально Демобилизовываться И Потом Нападать На Сербию После Выбирателям Есть Ненулевые Шансы На То Что Давайте Гражданский Назор Поставим Везде Что Почтение Максимально Быстро Слова Что Кто-то Сбунтуется Я Не Уверен Кто Возможно Мои Ребята Возможно Внутренне Гражданская Война Кто Его Знает Никто Не Знает Те Кто Уже Играли Наверняка Знают А я Вот Не Знаю Давайте Всяк Случай Войска Здесь Расположим Там Посмотрим Цвет Концессии Исключат Японию Да Конечно Ого Смотрите Этнологическая Эксподиция Так Это Называется Очень Привлекательная Так Скажу Ну И да Нажимаем Демовидизация Экономики Уже Получается 100 Политки Ну Конечно Обратно Чтобы Пойти Нужно Будет Две Сотни Где 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 Мои Еще Одна Сотня Ну Что Отечество Едино Это Мы Сделали Давайте Сюда У нас Еще Бонус Атаки И защите Против Германии Будет Тоже Это На самом Деле Приятно Прямо Хотим Либо Нападать На Германию До Франции У Промышенности Мы Составляем Где-то Половину Я бы Скал Германии Так Гресс Хайф Будущее Мутас Арифата Что Это Такое Это Что Это В Палестине Угу Ну Давайте Упраздним Я не знаю Что Это Честно Экспортируется Венесуэлу Это НП Хорошая Сделка Потому что Мы Достроили Наши Фабрики Я думаю Теперь Можно Полностью Фокусироваться На Военных Заводах Сначала Давайте Застроимся Полностью Внутри Прям Очень Солидно Так Потом Уже Будем Я думаю Застраивать Еще и Лерию И Я уже Начинаю Встроить Заводы Потому что Если мы Начнем Встроить Фабрики То в один Минут У нас Слоты Кончатся А у Нас Не Так Что На самом Деле Много Свободных Слотов На Военные Заводы Будущая Синная Египет Или Османы Ну У меня Сосманами Отношение Чуть Получше Так Что Подождите Это Боление Османы Ну Ладно Все Рано Пускай Османы У Германии Опиумная Эпидемия Мне Кажется За это Кто-то Может Быть Ответственным Молодой Человек Что-то Знает Я Чувствую Я Сосман Пошла Пошла Война Османов С Высшими Их Территориями А мы Качаем Потихоньку Доктрину И Слушайте Уже половину Выключили Отлично Следовало Я Также Полевые Госпитали И Я Думаю Что Так Отечество Едина Проповедь Сбирателем Аминь Они Уходят О нет Что-то Что-то Явно Пошло Не так Я чувствую Так Объеду На Германской Империи Давайте Наверное Нет Пока Что Вот Сербия Был бы Не против Но Надо Чуть Чуть Подождать Мне Счастье Что-то Что-то Ёбнет Как говорится Так Что Надо Быть Аккуратным И Затем Лим Это Сделать Наверное Не совсем И чеку Тоже Хотел Бы Наверное Но Давайте Сначала Вот Сюда Наверное Пойдем В Эдоктрину Выключать Эдоктрину Было бы Очень Солидно Хотя Не так Сильно Но Тем Не Менее Какие У нас Есть Альтернативы Пойти За военными Заводами Шесть Штук Это Плохо Я думаю Да Да Давайте Вот это И сделаем Сейчас Наверное Потому Что Хотя Блин Вот это Хватилось Бы Давайте Пойдем Блин Надо Брать Безопасный Вариант Безопасный Вариант Давайте Это Сюда За Военными Заводами Самый Безопасный Вариант И Да Я Был Абсолютно Прав Начнется Война Но Я Немножко Был Не Прав В плане Того С кем Еще и как Я в принципе Ожидал Но Видите Не до конца Я все-таки Думал Что-то Будет Внутреннее Хотя Слушайте Еще не поздно И внутренней Войне Начаться Разработчики Могли Что угодно Наделать Сейчас Будем Смотреть Придумывать И побеждать И сразу Начинаем Атаку На севере Пока только Позиции Снимаем Доброльцев Не будем Принимать Нам они Не нужны А здесь Готовим Еще Одну Армию Пожалуй Вот так И сверху Можно еще Готовить Сколько Получится Потому что Нам нужно Больше Людей В армии Пока Здесь Только Просто Занимаем Позиции Здесь Уже Наступаем Потому что Их тут Просто Не хватает А я Ценаша К тому же Может Принципе Поработать Хотя Возу Здесь Они Не Выигрывают Однозначно Сразу Сразу Пока что Здесь Наступаем Здесь Еще Дозанимаем Позиции И давайте Планирование Нажмем Чтобы Не запланировали Все Быстрее Этим Можно Остановиться Опять-таки Должна Нажать Планирование И потом Заново Продолжить Атаку Блин Вражеская Разведенная Сеть Душит Наше Планирование Ну Ладно В принципе Ладно Мы можем С этим Справиться Кстати Гори Флот Качается Но Это Не так Военная Так Военная Что Поделать Ну И пока Успешно Конечно Воздух Мы не Побеждаем Но На земле Вполне Себе Наши Дивизии Покажут себя Отлично Подобавил Тут Одну Артиллерию В дивизию Ну Конечно В идеале У вас Будет 27 2 РТ 1 ПТО И сюда Еще Реактивную Добавить Левик Госпиталя Я еще Пока Не добавил Потому Что У меня Нет Еще Ни Доп Ребята Что Это Не Рейнфорс 7% Вроде Можно Было Было Рейнфорс Отлично Фага Наша Супер Там Ивенты Видимо О Падении Праги Нам Их Не Показали На Русском Ну И Ладно И Скоро Возьмем Дебрит Смотрите Мы Вудапешт Взяли Супер Вудапешт В столице Венгрии Осталось Не так Много Воевать И Смотрите Мы Приятно Блин Полторы Тысячи Две Тысячи Доп 15 Пехот Это Много И Еще Действительно Но Самое Главное Вот Здесь Скрыто 5% Военобязан Населения И Три Ненациональных Едем Туда И Пока Мы воевали Здесь С Нашими Высшими Вассалами Франция Объявила Войну Германии М Улететь Тоже Я Думаю Стоит Ну Конечно Не Прямо Сейчас Так Вот Это Явно Мне Не Нравится Но У Нас Есть Резервы На Этот Случай Конечно Ж Слава Богу Я Занялся Их Подготовкой Тем Не Менее Все Рано Ситуация Не Самая Приятная Нужно Найти Генерала Он Бил Войну Сербия С Румынией Давайте Что Не Будем Делать Вот Так А Пожалуй Сделаем Какую Оборонительную Линию Которую Будем Стараться Придерживаться Типа Вот Так А Здесь О Венгри Сдалась Супер А Вот И Чешская Республика Капнула Супер Мы Ее Тоже Себе Забираем Будет Там Потихоньку Накапливаться Подчинение Ну А Мы Готовим Теперь Наступление Вот Сюда Они Нас Решили Атаковать Спину Им Не Повезло Мягко Говоря Поиска Уже Идут Сюда Здесь Снабжением Некоторые Проблемы А Ну ЖД Надо Срочно Вот Эту Проницу Отбить Там Пункт Снабжения А так В принципе Мы Сейчас Будем Здесь Подготовим Планирование Подготовим Все наши Войска И Будем Уже Пробиваться Туда Параллельно Здесь Подкачиваем Всякие Полезные Для нас Тихия Я бы На самом Деле Танки Начал Уже Качать Уже Плюс Еще Галиция Есть Фух Вот Я думаю В принципе Для этой серии Достаточно Следующий Мы Расправимся С этими Четырьмя Странами Да Галиция Так Подкралась Мне Что-то Как-то Не заметил Что Я с ней Все Еще Тоже Воюю Но У нас Есть Для этого Армия У нас Еще И вон Там Еще Одна Будет Потихоньку Готовиться У нас Резервы Благо Есть И Хорошо Что Я их Делаю У нас До скорых Встреч Пока